девочки мальчики и мужчины посмотрите на задницу всем бонжурно солнечная талина проводе кстати погодка такая себе классная вот именно если куда-то идти на длинные расстояния погода классно посмотрите на вот эту задницу меня были с собой салфетки мокрые я его замыла идти мне надо домой я не могу возвращаться это нечто сраной задницей шанчка иди сюда дин иди пожалуйста иди да и попусть писька подышит сон у меня сходит в юбочки в трусиках дома я периодически ее мы его закрываю в комнате чтобы она дышала своей лункой не надо магазин для животных сейчас она прогуляется я юбочку одену пока я там буду свои дела решать она будет стоять в трусиках это ж надо боже такая красивая белая собака светит гамном видео иди денис иди фигуры точно что фигура дима ирда говорят итальянцы но это ж надо не салфетками что могла затерла а со 6 белая как я ему покакал неудачно вставляйте ужас иди ой какая хорошая погода у меня горло заложила я что видно тут азгейбе заболела видно воскресенье когда мы спорла ездили вот это вот к морю там меня продуло вот и герпес у меня я еще с плюсы открытыми окнами хотя здорово стороны на улице тепло шум открытая смесь не может три месяца или два в общем не знаю горло прям глотать больновато вот на улице он ведь он знает что она рядом идет и все на нее не прыгает ничего но это задница это капец вообще я не знаю там будет колонка впереди но я около колонки питьевой не хочу ему зад замывать или там покупать купить бутылку воды я тоже ему не замою он и только все размажу надо мыло это же волосы какие белые так солнце то заходит и выходит и заходит и выходит это кто-то убирался в саду наверное а мне написано geofar странно по моему листы лежат тоже я ходила снимала породе назад мешки стояли до сих пор стоит привет саду которого на поле от частный сектор 5 нас этой задницей такая боже мой позорище у меня есть вода которую я и взяла питьевую ее не хватит понятное дело потому что а я думала просто траву ест я думал это травинка висит и потянулась восхиткой и размазал траву кстати есть молодец сейчас идет а то я вчера без него без нее вышла с ним магазин думала ну пусть ему больше надо гулять чем ей она такая что она не просит она не садится это перед дверью как он нет у меня домой тянул он домой меня тянул два брата акромата это мы даже ты мне так тянешь дэн мы так кстати быстро дошли шашечка извини он меня тянет и она не успевает мне все понюхать дэн не трогай не надо мы ж гуляем пусть подышит папа все остальное парит 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 будет дождь интересера тоже такая погода была вот хорошая то есть вот солнце заходит и и классная погода не надо песок заказать я заказываю мне потом домой привозит соки дукашка много едой мне еще есть аж большие пакеты покупал мне еще есть молодец браво шанечка брависсимо браво шанель пошли дэн ну спешите не спешите я хотела зайти в кафешку там на обратном пути он типа капучино попить не знаю будут ли там мои любимые бутики как закладывает этот аж уши от того что горло болит ну да то есть же врач уса горло рот а ухо горло рот не спешите не тяните меня хорошо шутим боже такое все зеленое такой кайф сколько зелени в нашей части где я живу города другой части города нету этих самых это получается положите это полки все время путаю старая часть города иного это получается старая да да старая часть города и сколько здесь зелени потому что мне дед рассказывал которого я работала он говорит здесь почва она такая как болотная здесь вот это да это новая часть города не стараться из дела потому что он говорит что здесь говорит вообще был пустырь все точно да он говорит здесь был пустырь ни черта здесь типа не было вот здесь говорить уже потом от эпиземный подарок сами ходили вам показывала еще где застройки вот эти мусулине еще за 100 при нем были от этого дома он говорит 35 года вот и да 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 мы же говорила здесь ничего не было говорить был просто пустырь и тогда потом уже все построить а значит я живу в новой части города все это я все время путаю части и людей тоже в заблуждение мой дэн ну ты со своей задницей грязной но это вообще я не знаю всю лафу перебил ну понюхайте пункт этот кашоками завоняло покажите пометим балкончик и симпатичные столики стала у меня здесь рядышком посмотрим что тут по цветам на еще более-менее у него в этот раз выбора конечно нет это герань да еще еще не цветущая гортань нет раньше него было дофига цветов прямо выборовал кстати у меня базилик который саша купила потом его вытащили это базилики я воткнула прям один листик от него аж пахнет он на принул взялся может быть разрастется на руки нет с грязной жопой абсолютно нет вот и такой цветок я тоже садила у меня в сотенную рост на окне потом я его посадила в палисадник наверное он падает он пропал палисадник вот этот мои любимые они растут и зимой и летом нет у него выбора чтобы саша что-то воткнуть подожди шин или я тебе один из земли продают там стрижет собачек он я вижу пуделя стригут какую собаку красивую поставили здесь моих кошек стыкнув или филиппа стрибут я бы с удовольствием между прочим взяла бы еще бы на машку на другую кошку он прям линька сильно у них я кстати никогда не стригла не машу не и мурку там очередь сейчас люди выйдут и мы пойдем до шанель здесь видите вазы продают так для сада так и вот такие навесные кстати моих розовых по-моему я уже и не вижу их меня уже нету у меня одна разбилась одна у саши осталось боже нас этой задницей это не что дали шинки я выгуливаю свою кстати у меня когда была мята бля как она разрослась я еле-еле ее убрала ну вот гортань только такая у него полулысая скажем так если это только на базар в субботу здесь рядом он здесь вот базар и конечно без собак ну или хотя бы с одной допустим шанель она более такая спокойно а это такая пушистая у него 450 по моему стоит ли 6 или 320 мм такая пушистая но не цветущая еще не цветущая мало мало цвета кто помнит я видосы снимала у него конечно раньше выбор вообще был просто шокирующий сейчас меньше стал уделять внимание и тому собак 35 евро стоит стрижка собаки или кошки вчера женщина видела в городе мне люди собаку стрижете нога 28 евро вот здесь говорит на выезде из пизы 28 это самое нет 28 она сказала а мой парикмахер он стрижет за 25 но он где-то из пизы выезжает здесь конечно очень дорого 35 нет куда-то говорит видео жарит сон фронта сейчас на вам вкусняшки возьмем с дениса мне удобно идти сейчас мы вот она я твоя роковая ошибка ну что взяли мы запись это будет первая наша профессиональная стрижка на 25 или двадцать четвертое с ними садишь пришлет июля вот я не буду встречи получается весь этот месяц и тот не может только лапки чтоб не больно было вступать на на землю что ты несешь вот только лапки я сейчас когда мы вышли я сняла с нее памперсу по на памперсе я называю памперс потому что это просто пишешь нашу памперсные идемте наверное где-то в общем дела 25 евро за собаку в окошку я плачу 35 евро от почему код дороже я не знаю вот 35 лет 25 он сказал я спричу удивилась за 25 давай попробуем говорю всегда стригла сама вот и посмотрим на профессиональную стрижку она будет стоять я знаю что я с ней очень быстро все будет его конечно там подвесят как вот эта специальная подвеска для того чтобы подстричь ну вот встречный буду ты приведешь или мне заехать я говорю посмотрим это вторник я говорю посмотрим если александра будет дома если я буду дома если нет заедешь пока мы сейчас говорю порешаем ну вот я стричь не буду их получается весь июнь и в конце июля за два месяца то они уж точно отрасли ну колтуны я буду вырезать понятное дело вот и посмотрим на профессиональную стрижку потому что я сколько у него стригу котов как часто и даже если несколько котов сразу приносила стричь он скидку не делает им пофиг они работают у них это есть работает кстати по моему она они даже взяли еще сейчас работника потому что раньше одна киара стригла а сейчас кто-то еще там я смотрю стрижет ну вот помоют и подкреплю так что через два месяца посмотрим уже какая я красивая сколько красоты в одном человеке когда я замазываю вот этим консидером немножко вот здесь вот так глазами смотрится намного свежее идемте до ругай его кстати я сейчас у него тоже спросила я на меня монтату говорю но залеза варю на шанель а у нее эти еще выделение он говорит по идее не должно быть дерево чушь она ему дала ну ангета потому шампа вот кофе говорит пацан на письме слышит ему от кофе слышал запах залезовать возможно не беременная вот когда все закончится вот тогда марина еще 15 дней как минимум надо выдержать я так устала ну когда они вдвоем дома устал от того что ты постоянно на чеку ну хотя в этих трусах то что в этих трусах все хорошо мне даже их не хватает три пара купила им вкусняшки сейчас дома дам чтобы за не было чем заниматься идемте дети идемте я специально вас повела вот на этой улице потому что там машины паркет жив а здесь хоть можно какие-то запахи для себя новые открыты все мы сейчас домой собака красивая тоже мальтезе идет ты с этой жопой блять желтая я не знаю вообще конечно кошмар позоришь а нет это не малтезе смена маска маска маскетка сэсси лепурин калори это темно слава я даже не ходил, как я ходил. Медвуха! 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 Когда ты спрашиваешь, ты будешь, ты будешь, ты будешь. Медвуха! Три, которые не имеют, ты понимаешь, потому что... Серьезно? У меня даже не ежедневно. И когда не привезли никакой, чтобы пилить... Я не могу, но я не могу. Они слишком благороженцы. И они очень беженцы. Да, да, да. Я пилю, я пилю, я пилю. Сейчас мы живем в доме, но... Я пилю, я пилю, я пилю. Сколько лет он? Три года. А, он же молодец. У них уже 2,5 года. Они уже готовы? Они готовы, но сейчас, когда они идут, у меня есть мутанты. Когда я остановлю, у меня есть мутанты. Мутанты. Я не хочу. Я не хочу, я хочу слетать. Мы видим, что мы живем в семье. Пока мы не ходим, мы ходим в доме. Когда мы ходим, мы ходим в доме. Потом, когда я остановлю, мы ходим в доме, потому что здесь, в час, где-то, где-то, где-то. Сколько дней дурят? Мне сказали, 20. И потом, после 20 дней, нужно было быть осторожным, потому что, по-другому, это сложно. И после 10 дней, он должен был быть в доме. Он понял, он! Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. До свидания. Ничего, это мне теперь всем приходится за твою жопу. Боже, от меня, наверное, чесноком воняет, хотя я жвачку жевала, но это пофиг. Ему уже третий день. Боже, Дэн, она говорит, мне точно так же говорит, говорит, пачкается, говорит, и потом говорит, надо салфетки не помогают. Я говорю, я тоже салфетками затерла, только размазала. Она говорит, надо ножницами. Я говорю, да не, ножницами не, потому что, я говорю, сейчас домой придем, мы мылом это все помоем. Может, это ж не то, что там у него уже профессионально грязная задница. Просто мне всегда за собак делают комплименты, ну, мраз с этой жопой. Идемте, идемте, идемте. Три года собачки. Хорошая собачка. Ну, сейчас посмотрим вот вас. Конечно, я, уши я не буду стричь, хотя у него тоже уже становятся редкие волосики на ушках от того, что колтуны вырезаю. У нее ушки тоже отрастут. Хвостики тоже трогать не буду. Короче, посмотрим, как подстригут. Классическую сделаем. Стрижку посмотрим. Хотя я ножницы заказала себе для, вот эти кривые такие специально, чтобы с глазок вырезать. Ну. Для него, конечно, это будет стресс, и для нее. Она и так дома, когда я. Что, все, ты сел? Идем. Когда я стрягу. Тоже. Идемте, идемте. Нет, нам сюда, пошли посмотрим, если кафешка работает. Если там есть мой бутик, посидим. Потому что здесь, в этом районе, вот нет такого, чтобы вот сел где-то там красиво за столиком и пожевал. Огромное спасибо всем, кто задонатил. Девчонки, сейчас за вас капучинчика. Сейчас я ее тоже. Ой, я вам вкусняшек накупила. Идемте. Сегодня кусок привезут. Я говорю, там, говорю, у меня не работает же, что иногда западает кнопка. Я говорю, если что, как всегда, наберешь на телефон. Он говорит, Марина, я научился звонить тебе в звонок. Я говорю, как? Вот. Я говорю, как ты научился? Я говорю, как ты научился? Он говорит, там надо, говорит, придерживать ее, говорит, вниз опускать. Я говорю, понятно. Можно было здесь жупу помыть, но я же говорю, что без толку мыть, без мыла. Классно, что вот здесь вот столько всего в Италии с этим новым мэром. Хотя давно эти уже стоят штучки. Везде понаставляли вот этих вот колонок. Супер. Надо еще больше, мне кажется. Идемте, здесь есть кафешка более-менее такая, что можно сесть симпатично там. И пойдем домой мыть полы. Я, наверное, думаю, что я сегодня, наверное, сейчас займусь туалетом. Сниму шторы. Надо батарейку было купить на подсветку, на неоновую. Это только в китайский центр. Вот закрыли наш китайский около нашего дома. Такой магазин был, типа, все для дома. Ну, все. Вот здесь сейчас кафешечка. Так, здесь переход. Переходим, переходим, дети. Переходим. Сейчас посмотрим. Навряд ли у нее будут этот траминсины эти. Там около моего дома тоже есть. Вот где я делаю волосы. Около парикмахерской тоже есть кафешка. Она неуютная. Она красивая. Вот она прям такая, знаете, ну классная такая. Современная. Блядь, нет уюта вообще. Она голая, она холодная. Чистая. Просто никакая. Так. На русском разговаривает. На русском разговаривает. Слушай, она подружка здесь работала. Ага, есть бонжорно. Не можно. Я не могу. И я могу. Эта. У тебя.